Всем привет! С вами Елена Устименко, биосенсорный психолог, психолог в сфере отношений с практикой более 20 лет. И сегодня такая тема, как перестать ревновать. Эта тема очень болезненная и глубоко уходит корнями в определенные процессы. Когда человек ревнует другого, он ощущает другого человека как вещь, как предмет какой-то собственный. То есть он ощущает свои права вот этого человека. Откуда это все идет? У мужчин, как правило, это неуверенность в себе, неуверенность в том, что мужчина сможет содержать свою семью достойно, что семья будет накормлена, в достойных условиях жить. И мужчина немножечко в себе сомневается. Сомневается в том, что может появиться конкурент, который будет более успешный, который будет более крутой, более лучше, чем он. И из-за такой неуверенности в себе мужчина начинает сомневаться. В себе выражается, выливается в том, что начинают сомневаться в партнере, потому что беспокоится, что партнер может убежать. Партнер – это женщина. Жена – женщина. У женщины это может идти тогда, например, когда в детстве папа больше внимания уделял маме или еще чему-то там своим каким-то пристрастием, увлечением, не дочке. Дочка вырастает, и вот этот недостаток папиной любви может сказываться на том, что она начинает ревновать папу в виде мужа. Рядом есть муж, ей не хватает этой мужской любви. Эта привычка осталась. То, что не достает, нужно это как-то добиваться. И женщина начинает ревновать своего мужа в итоге. Вот. Будем сейчас смотреть разные приемы, с помощью которых можно выйти из этого состояния ревности для того, чтобы не мучить себя, не мучить своего партнера, потому что патологический ревнивец – это страшная вещь. Женщина, она может мозг выносить так, что в конечном итоге совместное проживание, закончится расставание, потому что мужчина просто не выдержит. Мужчины даже говорят, что я ни в чем не виноват, почему меня все время обвиняют. И говорят также, что уже проще взять и изменить, чем быть без вины виноватым. Тогда хотя бы знать, за что получать. Вот. Мужчина, если ревнует патологически, он начинает и руки распускать. Может быть, не обязательно, но то есть он тоже себя ведет. Проверка телефона и какие-то там каверзные вопросы, которые разрушают жизнь. И при патологической ревности бывают такие ситуации, что просто распадаются отношения, потому что второй половине просто невозможно уже все это выдерживать. Так вот, какие есть приемы? Первый прием – это мы избавляемся от нужного мышления. Потому что что происходит? Мужчина где-то задержался, телефон у него выключен, и женщина начинает сама активно придумывать, где мужчина, с кем он, что делает. И она сама себя заводит и накручивает. Или у мужчин тоже самое. Его женщина, да, там жена, подруга пропадает ненадолго, он звонит, телефон выключен. Такие ситуации тоже есть. Одна моя подопечная поехала на день рождения девчонками. Вот там дом отдыха, такой они бунгало сняли и просто девочками отдыхали. Ее мужчина звонит, звонит, звонит. А сначала музыка и прочее. И они говорят, нам так весело было, классно. А потом то ли телефон выключился, разрядился. И на утром поставила зарядку, когда включила там сообщение, нереальное количество. Ее мужчина просто уже придумал себе там целую историю, что она там делает, что с ней происходит. Вот, поэтому первое, что мы делаем, это избавляемся от ненужных мыслей. Потому что сами себе придумываем, сами себе разжигаем. Сначала придумываем, потом в это верим. Вот. Если этот человек появляется, мы уже просто, мы уже неистово начинаем дергаться. И человек виноват в том, в чем, он даже не понимает в чем. Хотя он ни в чем не виноват. Вот. А второе, это нужно начать жить. Жить своей жизнью. Не жизнь партнера. Не втекать в его жизнь. Не смотреть там, высматривать. Должна быть в любых отношениях свобода. Если есть свобода, то каждый человек в отношениях чувствует себя замечательно. Чем больше давят, чем больше предъявляют претензий и навешивают разных таких вот штучек в виде вины. То есть получается, что человек ревнует сам, но он свое чувство ревности перекладывает на другого, и другой уже виноват. Понимаете, что происходит? Придумывает сам человек, а виноват уже другой по его позиции, по его мировоззрению. А другой вообще даже не виноват. Дальше нужно отбросить страх, потому что то, что я рассказывала, постоянные претензии, упреки, постоянная ревность, убивают отношения нормальные. Даже если они были классно крутые, просто в какой-то момент они рухнут под натиском всего. Потому что это может быть смешно как-то в начале, да, как-то так веселит, но когда это постоянно, это уже начинает раздражать как минимум. Вот. Далее нужно не сравнить себя с другими. Почему? Ну, потому что сравнение с другими всегда будет не в пользу тебя. Потому что всегда есть более стойные, более умные, более успешные. И нужно понять, что если человек выбрал тебя, то значит, ты на фоне всех-всех вот этих миллиардов людей, ты достоин именно вот этого человека. И раз он выбрал тебя, значит, ну, наверное, все не просто так. Значит, все остальные не привлекли его внимания. Значит, ты для этого человека действительно вот свой классный, любимый человечек. Вот. Опять-таки ошибка шпионства, да? Не шпионить. Почему? Ну, потому что когда человек берет телефон, а уже сзади наклоняются и смотрят и читают. А что это там? А кому это он пишет? А кому это он звонит? А кому это он отвечает? А почему это он вышел из комнаты? Вот. Вот. И, ну, то есть не шпионить, потому что это тоже раздражает. То есть там устраиваются какие-то там детективные истории. Самому или еще кого-то других привлекать. Мне тоже вообще детский сад. И одна из последних рекомендаций. Стать лучше. Стать лучше самого себя. То есть, если ты классно выглядишь, то это для чего? Это придает тебе уверенность. У тебя там ухоженный вид. У тебя классная проческа, да? Ты хорошо там. У тебя с одеждой все супер. У тебя классный вкус. Ты чувствуешь себя уверенно. Ревность от неуверенности. Когда ты чувствуешь себя уверенно, тогда повышается твой уровень всего. В том числе уровень самоценности. Поэтому чем лучше ты выглядишь, тем лучше ты себя ощущаешь, тем увереннее ты себя чувствуешь. Вот. И обязательно нужно развивать любовь к себе и свою ценность, самоценность. Чем больше ты себя ощущаешь ценностью, тем больше ты понимаешь, что ты классный человек и тебя никто не бросит и не кинет. Ты не вещь. С одной стороны. А с другой стороны, если с тобой рядом человек, который готов тебя предать, который готов тебе сделать больно, который заслуживает всего того, что приводит тебя к ревности, тогда задай себе вопрос. А зачем тебе рядом такой человек? Он тебе нужен? Зачем тебе такой человек? Вот. А если нет, то нет. Вот. Еще также можно использовать такой способ, как довести ревность до абсурда. Как это делается? Ты, например, в течение 10 минут начинаешь жутко ревновать свой объект любви, обожания и прочее-прочее. То есть ты ревнуешь ко всему. К тому, что он делает, что он берет, что он говорит. Даже к себе, вот ко всему. И доводишь до такого абсурда, что становится смешно. И над этим смеешься. Вот. Все, что я перечислила, это хорошо. Обязательно попробуй, если у тебя есть ревность. Если же у тебя не получается справиться, то нужно обращаться к специалистам, к психологу. Не говорю, что обязательно ко мне. Можно и ко мне, но можно идти и своего психолога. Вот. И с этим вопросом разобраться. А я, кстати, провожу периодический марафон любви к себе. Первый поток прошел, сейчас запускается второй поток. И на марафоне любви к себе мы как раз повышаем любовь к себе, собственную ценность. То есть занимаемся тем, что развиваем в себя все классные качества, ощущаем себя суперскими. И с этим идем по жизни. Надеюсь, что это видео было для тебя полезным. Если так, ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы не потерять все видео, которые я для тебя записываю полезные и интересные. Поделись этим видео. Возможно, кому-то оно будет интересно и полезно. И, возможно, для кого-то оно будет поддержкой. И человек именно в нем, возможно, нуждается. И напиши комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Я люблю читать комментарии, всегда на них отвечаю. Я это буду заканчивать. И запомню, что любовь – это любовь. Любовь с ревностью не имеет никакого отношения. Это не взаимосвязанные вещи. Это не одно вытекает из другого. Любовь – это любовь. Любовь – это свобода. И понимание, что тот человек, которого ты любишь, он самостоятельный. Он имеет право на свой выбор, на свои действия. И ты его не ощущаешь своим полностью, своей вещью. Ты его не хочешь контролировать. Соответственно, ты его не ревнуешь. А ревность – это нечто другое. Это от желания обладать, от желания собственничества. Нужно разбираться именно в этом вопросе. Обнимаю. Пока-пока.